По поручению главы района очередное еженедельное планерное совещание прошло под председательством первого заместителя Руслана Емыкова. В работе совещания принимали участие заместители главы, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. По традиции были обсуждены вопросы, касающиеся оказания помощи нуждающимся семьям мобилизованных, достижения КПИ-показателей, санитарного состояния населенных пунктов. Данные вопросы рассматриваются еженедельно и находятся под постоянным контролем главы района. Одной из главных тем планерки стала диспансеризация населения. Информацию о проводимой в Центральной районной больнице о работе в данном направлении доложила врач-терапевт районной больницы Саида Джамирзова. Деятельность Кабинета медицинской профилактики направлена на координацию, организацию и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Одним из нормативных документов работы этого Кабинета является приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 27 апреля 2021 года, номер 404-Н, об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп зоослового населения. Главной целью этой работы является выявление на ранних стадиях болезней системы кровообращения, в первую очередь ишенической болезни сердца и церебровозгулярных заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических заболеваний легких. То есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности. Выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний, высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и лукозы в крови, курение, пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности. Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа. Также выделяют такой вид осмотра, как углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Она представляет собой комплекс мероприятий, который проводится как самостоятельно, так и дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру. Диспансеризацию углубленную могут пройти пациенты не ранее 60 календарных дней после выздоровления. Годовой план проведения профилактических мероприятий среди взрослого населения Кашхабрского района. Диспансеризации подлежат 714 человек. На сегодняшний день выполнение годового плана составляет 19,3%. Углубленная диспансеризация 1125 человек. Выполнено 12% от годового плана. Профосмотры 1077 человек. Выполнено 20,2%. Планы выполнения за первый квартал. План за первый квартал по диспансеризации 1755. Выполнено 77,4% от плана. Углубленные 282 человека прошли. Процент выполнения 48,5%. Профосмотры 270 человек прошли. Это 80,7% от плана первого квартала. На второй этап переведено 386 человек. Учитывая наше отставание от плана первого квартала и сезон отпусков летом, перед нами стоит задача выполнить большой объем работы в апреле и мае. В заключение своего деклада хочу обратиться к администрации района и главам сельских поселений с просьбой оказать содействие в привлечении населения в прохождении диспансеризации. Особое внимание хочется уделить населению, которое не обращалось за медицинскую помощь в течение двух и более лет. Чтобы пройти диспансеризацию, жители Кашхабрского района могут позвонить в школу-центр поликлиники, записаться на сайте государственных услуг Российской Федерации и либо обратиться в регистратуру поликлиники или к своим участковым терапевтам. В ходе планерки были обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные сферы деятельности муниципалитета. Подводя итоги совещания, Руслан Емыков нацелил присутствующих на совместную плодотворную работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова